Всем привет! В конце прошлого 2011 года у меня возникла идея провести голосование на лучший складной нож среди зрителей моего канала. И в этом видео я хочу огласить результаты. Сначала только хочу сказать, что мне было очень приятно видеть, что многие из вас решили участвовать и потратили несколько минут своего времени на то, чтобы оставить голоса за свои любимые ножи. Благодаря этому голосование получилось очень интересным. Около 200 человек проголосовало и выбор десятки победителей производился из 199 различных моделей ножей. И поэтому не буду затягивать, перейду сразу к оглашению победителей. Единственное, что хочу сказать, два ножа из десятки победителей не находятся в моей коллекции, поэтому показать их живьем я не смогу. Ну давайте начнем. Почетное десятое место с 60 очками от 9 проголосовавших. Со средним баллом 6.67 занял вот этот отличный EDC нож SpiderCadelica. Средний балл в 6.67 говорит, что в основном этот нож, конечно, не занимал самые высокие места, но довольно много народу за него проголосовало. И лично я от своего опыта могу сказать, что нож просто отличный. На девятом месте у нас нож, которого нет в моей коллекции. Он называется БАК-110. Это легендарный нож, который выпускается уже десятки лет и заслужил свою репутацию. И в моей коллекции его нет не потому, что он мне не нравится, просто как-то не получилось у меня его купить до этого момента. Но я уверен, что рано или поздно он у меня появится. И судя по его популярности, конечно же, он заслуживает внимания. Этот нож получил 8 голосов в сумме 64 балла, что в среднем дает ему 8 баллов. И говорит о том, что у всех проголосовавших этот нож обычно не опускался ниже второго места. Это очень хороший результат. Двигаемся дальше. На восьмом месте еще один нож, которого у меня нет. Это БАК Вантач ПРО. Очень популярный нож, о котором очень многие говорят. Но в основном больше останавливается на его каких-то косяках. Но все-таки, мне кажется, его популярность заслужена тем, что он не стоит дорого, а за свою цену имеет прекрасные материалы. С30 ВИ на клинке с термообработкой от Пола Босса. G10 на рукояти. Опять же, прекрасный гарантийный сервис от БАКа. И поэтому, я думаю, если вы покупаете этот нож в магазине и убедились, что косяков он не имеет, то он вам прослужит просто долгие годы. Этот нож получил 9 голосов в сумме 75 баллов, что в среднем дает ему 8.33. То есть, опять же, очень-очень высокий балл. Напомню, что за первое место нож получал 10 баллов. То есть, здесь из 9 голосов у него в среднем 8.33. То есть, это 8-9 место. То есть, не 8-9, а 2-3 место в рейтингах в среднем. Ну и дальше уже все ножи у меня есть, поэтому более радостная новость. Уже до конца рейтинга я буду показывать вам все интересные ножи. Значит, 7 место занял младший брат ножа Vantage Pro, БАК Vantage Avid. Вот этот красавчик. Меня в свое время очень порадовал этот нож и своей стали, и своим удобством в ношении, и ценой. Поэтому, мне даже почему-то кажется, что модель Avid имеет меньше косяков, чем старший брат Pro. Поэтому она и получилась более популярной. Этот нож получил 10 голосов и 83 балла. Что в среднем дает ему в средний балл 8.30. Говорит о том, опять же, 2-3 место в рейтингах обычно. Ну, это прекрасный нож. Шестое место. На шестом месте просто отличный нож. Мне почему-то кажется, что он у меня тоже был или на шестом, или на пятом месте. То есть, я довольно точно угадал. Это Benchmade Reptilian. Лично нож, который был у меня, который я купил, ему потребовалась небольшая модификация. Но после этого я не могу нарадоваться этим ножом. И, конечно же, отличная фирма. Не очень высокая цена. Прекрасные материалы делают этот нож очень популярным. Шестое заслуженное место. Benchmade Reptilian. Он получил у нас 18 голосов. 146 очков в сумме. И средний балл 8.11. Тоже очень-очень высокий в каждом рейтинге. И теперь переходим к почетной пятерке ножей. Значит, очень высокое, пятое место занял вот этот красавец. Спайдерка Тинэйшес. Очень популярный нож. Просто очень. Благодаря своей цене, естественно, репутации фирмы Спайдерка. Несмотря на то, что он делается в Китае, качество на очень высоком уровне. И, ну, я думаю, вы все заметили на любых форумах в интернете, о этом ноже очень много. Говорят даже сейчас, после того, как он выпускается уже несколько лет. Тинэйшес набрал 20 голосов, 159 баллов. И средний балл у него 7.95. То есть тоже довольно высокий. То есть в среднем можно сказать, что в каждом рейтинге это примерно третье-четвертое место он занимал. Хотя могу сказать, что во многих рейтингах он просто был первым. А некоторые люди, которые имеют более дорогие ножи, конечно же, ставили его на более низкую позицию. Вот так вот. И вышел его балл. Но опять же, 20 голосов. Это очень серьезно из 200 проголосовавших. На четвертом месте у нас отличный нож. Один из моих любимых. Спайдерка Эндуро. Преимущество Эндуро это... Длинный клинок для складного ножа. Опять же, сталька VG10. Не самая дорогая цена. И этот нож выпускается не один десяток лет. Зарекомендовал себя. Поэтому по праву получил 25 голосов. 176 очков. Но средний балл у него 7.04. То есть, это говорит о том, что в рейтингах, и судя по тому, что я видел, это было так. Это не было как с Тенейшесом, что он был или высоко, или низко. Эндуро стабильно была где-то посерединке. То есть, во всех рейтингах многие проголосовали за нее. Но почему-то редко кто ставил ее на верхушку своей таблицы. Ну и настал момент огласить тройку победителей. Заслуженную бронзу получает прекрасный нож с пайдерком Милитари. Вот этот красавец. Этот нож себя зарекомендовал. Я думаю, ни у кого нет сомнений, что это прекрасный резак, работяга. И выполнит абсолютно любую работу, которая потребуется. 26 голосов. 239 баллов в сумме. И обратите внимание, средний рейтинг 9.19 сотых. Говорит о том, что первое или второе место максимум занимал этот нож в рейтингах у людей, которые за него голосовали. Очень высокий показатель. Из 26 человек 9.19. Очень-очень высоко. Серебро получает мой любимый нож, который у меня занял первое место. Пара Милитари 2. Вот этот красавец. Этот, на мой взгляд, идеальный EDC нож. Занимает вторую строчку. 33 голоса он получил. Набрал 314 очков. Со средним баллом. Самый высокий средний балл из всех. Обратите внимание. Это меня радует. 9.52 сотых. То есть, в среднем этот нож был на первом месте. Просто на первом месте всегда. Это меня очень порадовало. И довольно сильно подсластило то, что он не победил. Это, конечно же, то количество очков. И его высокий рейтинг, на котором стоит этот нож. Просто класс. Я очень рад, что вы тоже, судя по вашему голосованию, разделяете мою радость от этого ножа. Ну и на первом месте у меня получился нож. Который я упоминал в своем видео о голосовании. Но в моей десятке ему не нашлось места. И, ну, я думаю, это такой интересный момент. То есть, он все-таки доказал мне, что он заслуживает места в десятке. Это Ontario Red 1. Первое место в рейтинге. 39 голосов. В сумме 336 баллов. Средний балл 8.62. Очень высокий показатель. Наибольшее количество голосов за этот нож. Просто красавец. Мне нечего сказать. Когда я увидел, сколько людей голосуют за него. Ну, то есть, я не жалею, что не поставил его в десятку. Но я очень рад, что он заслуженно доказал мне свое место. То есть, он сказал, нет, я буду первым. Не зря я, на самом деле, упомянул его в своем видео. Потому что я чувствовал, что нож этот очень популярный. И многие его любят. И, конечно же, нельзя было обойти его стороной вообще. Но вот за 2011 год, он у меня уже был в 2011 году. Поэтому я уже получил от него свои впечатления. И мне больше хотелось упомянуть именно какие-то новые ножи. С которыми я больше возился на протяжении этого года. Значит, теперь, после того, как мы увидели всю десятку. Я только хочу рассказать вам в процентном соотношении, как разделились все голоса. Значит, самый высокий процент моделей, 27 моделей фирмы «Спайдерка» принимало участие в голосовании. На втором месте 10.55% – это фирма «Кершоу». Несмотря на то, что в десятке у нас получилось 50% «Спайдерка», 10% «Бенчмейт», 20% «Бак» и 10% «Онтарио». Ни одного «Кершоу» не было в десятке. Несмотря на это, по количеству моделей в рейтинге в общем голосовании, «Кершоу» заняло второе место. 21 модель. Следом идет «Бенчмейт» с 18 моделями, где это 9% всех голосов. Следом швейцарца «Викторинокс», 17 различных моделей. Проблема «Викториноксов», что 17 моделей, но за каждую модель практически голосовало 1-2 человека. То есть, каждому нравится какая-то другая модель, а объединять их в одно я не хотел. Китайские ножи предоставили тоже хорошую, то есть, хорошо так поучаствовали в рейтинге, даже не могу подобрать слова. Они получили 14 различных моделей. То есть, китайские ножи я объединил все это. «Би», «Энлан», «Неви», «Санренму», ну, все вот эти вот китайские, чисто китайские фирмы. Получилось 14 различных ножей, и это 7% из всего голосования. Следом у нас идет «Колд Стилл» с 11 моделями. За ним «Бекер», 10 моделей. «Бак», 8 моделей. «Сог», 8. «Ледерман», 7. «Серки Ти», 5 моделей. Следом у нас «Зеро Толеранс», «Пол Форс», «Опинель» и «Онтарио» с 3 моделями. «Блэйд Теки Страйдер» с 2 моделями и 31 модель различных ножей. 31 наименование ножей. Это разные фирмы, которые, ну, то есть, это или какие-то редкие кастомы, или какие-то российские фирмы, которые в рейтинге принимало участие всего лишь одна модель ножа. И я просто всех этих производителей объединил в одну кучу. Получилась 31 модель. Это 15.58%. Это самые высокие проценты всего. То есть, если взять вот этих всех, скажем так, неучтенных производителей, то они в сумме, они выше всех фирм, выше, чем «Спайдерг». И напоследок хочу огласить некоторые интересные результаты. Некоторые ножи, которые получили очень высокий балл, но не получили много голосов. Обычно это происходит из-за того, что ножи довольно редкие, их, скажем, трудно достать, или они относительно дорогие. Одним из таких ножей оказался «Полфорс Альфа Ту». Получил 4 голоса и в среднем 9 баллов. То есть, это первое-второе место в рейтинге. «Полфорс Альфа Ту» – очень интересный нож. От дизайнера Дитмара Поля. Такой тактический огромный складник. Я лично его еще не видел. Очень было интересно покрутить его в руках, потому что рейтинг и правда очень высокий. Дальше. То есть, «Полфорс» у нас оказался на 19-м месте в рейтинге. На 26-м месте нож китайский «Эн Лан» и «Эль-01». Три голоса, в среднем 9.67 его баллов. То есть, первое место. Просто красавец китайский. 28-м место. «Зеро Толеранс 200». Три голоса и в среднем 9 баллов. Очень высокое место. «Зеро Толеранс 200». Прекрасный нож, он у меня есть. «Кершел Блюр». Опять же, тот же балл, что и в «Зеро Толеранс». Три человека, 9 баллов, средний балл. «Баг Вантач Селект». Конечно, он не дотянул до популярности своих братьев. «Эвид» и «Про». Но он получил очень высокий балл из всех голосовавших. То есть, опять же, три голоса, средний балл 9. «Спайдер Кассейдж». Тоже три голоса, средний балл 9. «Серки Ти М2104». Этот огромный тактический нож. Тоже три голоса, 9 баллов. «Сог Мини Вулкан». Два голоса, но средний балл 10. Просто оба человека поставили его на первое место. И я их абсолютно понимаю, если у человека ножей не так много. И есть среди них «Сог Мини Вулкан». Это просто классный нож. И он заслуживает место в рейтинге. На 45-м месте у нас «Викторий Нокс Форестер». Два человека. Проголосовал за него. Средний балл 9. И на 46-м месте «Кершу Лохар». Два человека, тоже девятка. Проблема «Кершу Лохара», конечно, что этот нож снят с производства. И его трудно купить. Поэтому я удивлен вообще, что он попал в этот рейтинг. Но это говорит о многом. Если вы можете найти где-то «Кершу Лохар». Это шикарный нож. На моем канале есть обзор на него, если интересно. Все. Больше ножей, получивших очень высокие баллы, не было. Я в описании этого видео постараюсь вставить весь список. И напоследок только хочу остановиться, что очень интересно. До последнего этот нож сидел в десятке. И только под самый конец голосования его вытеснили. Это «Ганзо G704». Самый популярный китайский нож, судя по голосованию. Он получил 7 голосов, 44 балла. И в среднем 6.29. Отличный китайский нож, который, опять же, очень-очень высоко взобрался в таблицу голосования. И, то есть, ну вот, снизу от него спайдерка «Манникс 2», а сверху от него на одну строчку это спайдерка «Полис». Ни много, ни мало. И этот нож вклинился между ними. Там многом говорит. Еще один нож, на котором я бы хотел остановиться, он занял 16-е. Кстати, «Ганзо» занял 14-е место. На 16-м месте у нас не совсем нож, но когда люди стали голосовать, я записал все-таки этот «Мультитул» в таблицу, потому что я видел, что очень многие за него голосуют, и я могу их понять. Потому что этот «Мультитул» имеет нож с однорубким открыванием, и длина клинка здесь очень неплохая. То есть, даже по сравнению с этим же бак «Эвид» или «Эвид» чуть-чуточку длиннее, но то есть, он длиннее «Делики», например. Я уверен, что тот, кто носит с собой этот «Мультитул» очень-очень доволен ножом Charger TTI S30V. Прекрасно режет. Опять же, в свое время я делал тест на картоне. Очень порадовал этот нож. Вот он занял почетное 16-е место. Просто красавчик. Все. Вот такие итоги голосования получились. Я уверен, что в конце этого года мы тоже проведем голосование и я ожидаю, что еще больше людей примут участие и ну, посмотрим на результаты. То есть, вот так в этом году крыса просто ворвалась в рейтинг, забила очень так четко, уверенно свое первое место. Посмотрим, посмотрим, что будет дальше. Мне лично очень интересно. Ну, а пока все. Надеюсь, вам было интересно. Спасибо за просмотр. Пока. Bye-bye. Субтитры создавал DimaTorzok